Веган Христолюб Я поделил на три таких пункта Первый – это список фильмов и кино о Боге, вере в Бога и христианство Конечно же, не прям, может быть, фильмы и выходящие чуть за рамки У него второй по списку вы увидите Ганди Ганди хоть и вначале вроде исповедовал христианство, изучал его И потом всю жизнь его с собой нес Но внешне христианином перестал называться Но все равно жизнь Ганди была непосредственно связана с христианством Тем более с Богом, с верой в Бога и так далее Понимаете, все невозможно в одну шкатулку запихнуть Но мы постараемся Поэтому все равно имеет это значение Однозначно Тут как бы и исторический, и полудокументальный Вернее, документальный Все тут немножко есть Второй пункт у меня – это список фильмов в кино о смыслах жизни, доброте и сострадании Ну, в общем, все, что не вошло в первый пункт Если там как бы о вере, о Боге, о христианстве То вторая группа – это, ну, как бы Они тоже интересны, со смыслом, но не обязательно И то может пересекаться, конечно, да В фильме может показан быть христианин Верующий человек, как это говорят, да Но он не вошел в первый группу, потому что там, допустим, не главный герой Не основная линия сюжета, допустим, христианства или что-то Из-за этого связано Ну, и третья, в принципе, подобный второму пункту Вместе, вернее, в себе совмещает и первый, и второй Просто это список мультфильмов Ну, я написал достойных к просмотру Вот, там тоже может все пересекаться Есть и просто Как бы, как бы Знаете, такой вопрос всегда, да Вот Что еще каждый вкладывает в христианство Тоже большой вопрос Вот такие вот три пункта Давайте я пробегусь Это, знаете, конечно, вы знаете На ютубе есть там целые видео Когда человек там рассказывает, пересказывает фильмы Я этого делать не буду Насколько длинный ролик получится, я тоже не знаю Я просто пробегусь по этому списку Безусловно Все, что я добавил, это не все фильмы мира Я, во-первых, не все мог посмотреть Во-вторых, я русскоговорящий человек И смотрю только, естественно, фильмы на русском языке Русским контентом Ну, естественно, с переводами, понятно Вот, но я имею в виду, наверняка, сколько всего у нас есть Непереведенного, да, допустим Недоступного русскому человеку На каких-нибудь других языках Что-то снято, что-то достойного Это тоже момент Подробно я все пересказать не буду По сути, просто хочу с вами поделиться Этим списком Что я смотрел лично Что меня хоть где-то что-то тронуло И просто свои какие-то небольшие комментарии Почему их стоит там посмотреть Вот и все Что-то я, может быть, кратенько перескажу Совсем В общем, буду по духу действовать Как мне получится Конечно же, все эти фильмы, которые я порекомендую К просмотру, так скажем Список которых вы видите Это не говорит ни в коем случае о том Что все, что там показано в фильме Что я согласен с каждым действием Помимо христианина я веган Потому что это часть христианства Да, если в фильме показана Основная масса трупажоров Там может даже убийство животных быть показано Это не значит, что я это, естественно, одобряю Вот, смотрю я это с болью в сердце Но, как Павел говорил Если бы нам от грешников отпочковаться И вообще от всего, что в мире грешниками создается Или транслируется, делается То надо просто из этого мира уже взять и уйти Потому что тогда ты в любом случае соприкасаешься с грешниками С грехом, который они творят Или что-то подобное Ты как бы, да Вопрос, что ты из этого выносишь Иисус очень хорошо сказал, что книжник То есть умный человек, научный небесному царству То есть познавший истину Из всего Из старого, что у него в жизни было Он вспоминает даже до покаянной в грешной жизни И из нового Он все выносит доброе Да Вот Мы прекрасно знаем, что пчела везде найдет пыльцу Соберет ее для меда себе Да Вот так и мы Естественно, можно смотреть самые порой даже Какие-нибудь непотребные Фильмы, кино, материалы, книги И из них любой человек святой Он извлечет оттуда все самое святое Самое доброе возьмет Да и второе Когда мы смотрим на какое-то зло Мы же смотрим его не потому, что мы его одобряем Мы смотрим фильмы о Холокосте О Второй мировой войне О каких-нибудь Как о хороших людях есть кино О светлых людях Есть кино о плохих людях Тем более, я говорю Очень много из моего списка Это фильмы основан на реальных событиях И ты смотришь Потому что помимо того, чтобы знать, как делать Надо знать, и как не надо делать Поэтому цель этих фильмов В любом случае И в любом фильме Все, что ты видишь, непотребно Вот именно отодвинь это Посмотри на это опять С осуждением С обличением И сам этого никогда не делай Вот и все Поэтому надо вот так воспринимать Поэтому, естественно, все, что вы видите в фильмах Это не значит Все, что снято в этом фильме Допустим Такое, как я Все это рекомендую К просмотру То есть одобряю И советую так поступать Нет Там есть какие-то Определенные, глубокие мысли Я говорю, порой даже Здесь, конечно, нет Каких-то уж совсем фильмов Где там, как говорится Из одной цитаты Из одной какой-то мысли Или слов там Какого-нибудь персонажа Актера Действительно стоит там Весь фильм смотреть Да Вот В котором одно там Какое-нибудь кровавое месиво Или еще что-то Да Вот Друг другу там мочат Поэтому, конечно Я собрал что-то такое Самое-самое, как говорят Самое Самое легкое В этом плане Да Вот Сам-то я, конечно, могу смотреть И что-то более грубое Так скажем Да Ну вот это стоит просто посмотреть И сам я в любом случае Даже фильмы из этого Фильмы, мультики Из этого списка Пересматриваю периодически Чем смотреть вот именно Какую-нибудь Ерунду Уж лучше пересмотреть это Я, в принципе, понятно Любой человек смотрит Полно всякого Легкого контента В виде каких-нибудь Достойных Комедий Так называемых Да Где радость Она от Бога Да Если это достойный Достойный юмор Достойное веселье Это хорошо Есть фильмы Я люблю фильмы Там про танцы какие-нибудь Да Там Уличные танцы Стрит-денсинг Там Шаг вперед Какие-нибудь Просто где ребята Молодежные Я сам всегда мечтал Классно танцевать К сожалению Не добился тут успеха Вот И я люблю такие фильмы Посмотреть Конечно, там тоже есть Как говорится Молодежное Поведение Как сейчас я понимаю Что так вести нехорошо И Хотя сам таким был Да Вот Но ты уже на всю эту игру Смотришь Скажем Сквозь пальцы Потому что Ну что ж Вот так вот Вот Мне нравится Как люди танцуют Да и любые Я могу Разные Про танцы Там посмотреть То есть Про музыку Про еще что-то Я очень люблю Всякие документальные Фильмы На основе реальных событий Художественные Или прям документальные Полудокументальные Полухудожественные Помесь Какая-нибудь Про известных людей Это могут быть Кто угодно Певцы Там Музыканты Творческие Всякие люди Я говорю Просто люди Какие-нибудь Разные подвиги Совершившие Поэтому Я говорю В них может быть Не все идеально Но ты смотришь Этот фильм Естественно Про природу Про животных Художественных Полно И добрых Хороших И светлых Фильмов Или средненьких Таких Где есть Конечно Не хорошая вещь С которой Ты не согласен Но есть И хорошие вещи Вот Поэтому Это не то Что я там За всю жизнь Собирал Хотя я Не раз Как себе Помню Когда такие списки Какие-то подобные Составлял Но потом Все это Куда-то Пропадало И вот В общем-то Сейчас я Я страничку На самом деле Создал Конечно Не прям Вот Из всего этого Добрых В мире Много чего Если вспомним Все, что там Я от начала Когда-то За свою жизнь Посмотрел Да много чего Хорошего Достойного Просмотра Они сейчас И в голову Не приходят Их теперь Найти Целая проблема Ты понимаешь Что когда-то Ты смотрел Он на тебя Это фильм Могат Повлиять Причем Очень положительно Да О доброте Я говорю Какой-то О свете О любви Вот О поступках Людей Да Тоже учился Отчасти На печальных На трагических На драматических Судьбах Или наоборот Успешных И то и то Все хорошо И все нужно Да Вот И сейчас Конечно Всего этого Я говорю Почему я и назвал Все-таки Стоит посмотреть Один Может быть Я как-нибудь Задамся Целью Поискать Все, что я Когда-то Достойное Смотрел И вот Буду этот Список Расширять И может быть Вам Задние Картинки Не имеет значения Хотя я сам Там состряпал Так скажем Из того Что было Вот Ну суть Важна Что я просто Буду менять Там Первая Серия Второй Стоит посмотреть Один Стоит посмотреть Два Не факт Даже что Задний Фон На значке Будет меняться Вот И все Что я буду Добавлять Я может быть Буду Потом Как-то Так Подобное Видео Уже Не с такими Разлогойствами Как сейчас Десять минут Вступления Вот Но Тоже Буду Что-то Просто Рекомендовать Ну Или Сами Мож Периодически Заходить На эту Страничку Раз в полгода Может быть Обновлять Ну В принципе Действительно Если я наберу Там С десяточек Просто Запишу Коротенькое Видео Расскажу Порекомендую Еще Какие Фильмы Какие Я Я их Все В списке Может быть Себе Буду Как-то Просто Отделять О которых Я уже Сказал Вот И Которые Еще Нет И Потом Буду Просто О них Говорить И За мной Следит За моим За моим Контентом За моим Творчеством Тоже Сможете Определять Ну Пока Я точно Не знаю Как я Может быть Более Сереньким Текстом Сделаю Что Я их Еще Как бы Не Озвучил О них Ничего Не Поговорил Все Десять Минут Хватит Люблю Разглагольствовать Давайте К списку Переходим Составлены Они Тоже Не По Какому Там Вдох На Высоты Уровня Обо Всех Принципе Практически Известны У меня Даты Года Выпуск Я их Собрал Просто В Годах Выпуска Вот И все Так что Никакой В этом Списке Лучше Хуже Нет Как Я вам Сказал Это Общая Группа Фильмов Кино О Боге Вере В Бога Христианстве Собранных По Дате Выхода На Экраны Так Скажем Не На Экраны А Даты Выпуск Вообще Ну Поехали Первый Это Кама Гридеши 1951 Года Ну Кама Гридеши Куда Идешь Переводится Да Фильм О Раннехристианской Церкви О Первомучениках Там О Петре О всем Вот этом Нероне О Риме О пожаре Известном Так называемом Тогда Достойный Фильм По-моему Трехчасовой Что ли Сами понимаете Съемки 51 Года Но Вы знаете Я его С удовольствием Посмотрел И даже По-моему Не один Раз Вот так Я Помню Это Это И христианский Фильм Есть Там И мелодрама То есть Роман Там Показан Такой Святой Можно сказать Там Про покаяние Много Богатых Там Как Петр Там Все Очень Интересно Я считаю Там Достаточно Близко К истории Да То есть Я же Хорошо изучал Вы знаете Все это Христианское Предание Историю Религии Церкви Мира Христианства Все это Я Более Менее Знаком Кто Меня Знает И Действительно Фильм Хороший Достойный Несмотря На то Что Он 51 Года Казалось Б Снят Но Очень Интересно Я бы Не Посмотрел Пару Раз Если Бо Не Был Достоин Не Скажу Что Есть Желание Там Еще Тем Более По-моему Он Длинный По-моему Около Трех Часов По-моему Он Польский Как видите Я буду По-моему Очень часто Употреблять Я говорю Я не готовлюсь Не готовился Не буду Вам Там Прям Все Выплескивать Что Прям Какой Трейлер Для Каждого Или Какой Комментарий Так Набросаю Своими словами А там Кто Заинтересуется Мы Все Я Еще Что Хотел Сказать Да Никак Не Могу Остановиться По Поводу Предисловия Что Все равно Мы Как Досуг Проводим Или Работу Кто Работает В охране Дальнобойщиками Домохозяйка Это тоже Мама Тоже Профессия Тоже Мы Трудимся Мы Что Всегда Смотрим Что Потребляем Контент Видимо Аудио Можем Что Почитать Если Есть Возможность Дальнобойщик Включает Причем Необязательно Это Может Быть И Видео Но Он Идет Где Так Не Обязательно Смотреть Ты Слушаешь Мы Слушаем Аудиокниги И Так Далее Да Здесь То же Самое Поэтому Поэтому Вот Так Вот Следующий Это У нас Ганди По Списку Да Я Между По Этому Фильм Конечно Как Знаете Просто Есть Фанатики Ой На Ток Библию Читать Ну Сколько Ты Кто Знает Я Сутками Читал И Что Дальше Причем Во-первых Находил Время Все Рано Человек Отдыхает Хоть Закоренелыми Религиозниками Да Это Все Тоже Полезно Ты С Раз С 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 Второй По Списку Ганди 1982 Года По Моему Тоже Трехчасовой Кстати Вот Основан Естественно Реальных Событиях На Ганди Кто Живут Там Я Грую Фильм Такой Вот Как Я Грую Полудокументально Художественные На То есть Ну Очень Интересно Тоже Рекомендую Посмотреть Что Познакомиться С жизнью Ганди С его Историей Жизни Получите Много Для себя Чего Интересного Пользы И назидания Я говорю Да и все Это Даже Просто Как Для Досуга Для Хорошего Досуга С пользой И Радостью Жанна Дарк 99 Года С Милой Йович Тоже Интересно Что На основе Документально На основе Исторические События Реально Живущие Когда-то Жанна Дарк Понятно Что там Снято Сколько Художественного Привнесено Тоже Достойный Понятно Там Мочилова Там Показано Она же В этом Войске Воевала Во французском Тогда С Англией Когда они Воевали Конечно Там Куча Кровища Ну Поэтому Конечно Мне самому Иногда Неприятно Все Смотреть Там Есть Просто Классные Моменты Ради Которых Духовные Так Как Это Выражается Одни Фразы Концовку Очень Интересная Как Она В тюрьме Как Она С дьяволом Беседует Когда Ее Сжигают Все Это Ну Конечно Весь Фильм Перенасыщенный Кровавым Месимом Бьет Рубит Тут Каждый Сам Решает Смотреть Не Смотреть Я До Покаяния Смотрел Голливудские Фильмы Снятые Хорошо Так Скажем Все Равно Я Еще Давно Смотрел Конечно С одной С одной Достойной Ну Конечно Мне С годами Уже Все Пришло Мне Какие Месиво Знаете Там Все Тут Вон У нас Теперь Месиво На Украине Что Все Это Конечно Смотреть Не Иметь Желания Нет Смотреть Казалось Б За Классных Вещей Там Кто Знает У меня Вконтакте Были Даже Нарезки Я Сам Месли Моменты Вот Эти Вот Ну Так Что Ну Приходится Порой Так Получается Из-за Одного Момент Фильм Смотреть Да Тут Уж Как Кто Хочет Спеши Любить 2002 Год Это Уже Пошли Такие Христианские Есть Опять Такие Романтические Мелодрамы Всякие С христианским Оттенком А порой Прямо Христианстве Спеши Любить Ничего Нормальный Я недавно Посмотрел Любовь Приходит Тихо Ну Тоже Ничего По-моему Я Некоторые Даже Я их Пересмотрел Раз Я их В список Добавил То Как Греться Значит Рекомендую Но Даже Сейчас Я уже Говорю Ничего Честно Даже Спеши Любить И Любовь Приходит Тихо А Спеши Любить Да Вспомнил Про Девчонку Про Тинейджера Так Она Такая Христианка Отец У нее Примером Жизни Хорош Посмотрите Для Молодежи Детям Своим Вот Такой Молодежи Надо Своим Детям Как Тоже Рекомендовать Хотя Просить Хоть Раз В жизни Посмотреть Может Они На На Сам Фильм Его Нет На Ютубе В Свободном Доступе Вот Это Короче Посмотрите Это Тоже Рекомендую Посмотреть Вот Это Видео Прямо Странице Один Человек Там О Фильме Рассказывает За кадром Фильма Рекомендую Посмотреть Конечно Страсть Христова Культовый Фильм Без Него Вообще Никуда Мы Сейчас Все Будем Вспоминать Это Фильм Мэла Гибсона Который Снял Вот Об этих Последних Последних Днях Христа Страсти Страдания Христа Как угодно Там Переводят Вот И Снял Он Конечно Не один Фильм На Подобные Темы Так Скажем Близкие К этому Темы Но Сам Мэл Гибсон Еще Я О нем Сейчас Скажу Чуть Позже Вот Ну А Страсть Христова Конечно Это Обязательно К просмотру Любому Христианину Или Кто Интересуется Этим Фильм Самый Конечно И достойнейший В этом плане Несмотря на Его Кто Его Снимал Там Прекрасный Актер Он Сам Христианин Который Играл Христа Причем Такой Идейный Как я не знаю Если правильно Выразиться Все таки Он Протестант Хоть Но Он Такой Прям Хороший Душевный Классный Вот Он Снимался Еще В одном Фильме На Который Я Тоже Дам Сылф Ну Там Не Главная Роль Играет Вот Он Идейный Он Актер Который Не Снимается Вот Именно Он Актер Но Выбирает Кино Только Даже Два Фильма Точно Еще Один Будет Фильм С Его Участием Где Он Луку Играет Ну Забегая Вперед Павел Апостол Христа Вот Но Фильм И так Себе А сам Актер Хороший Чистый Читал В свое Время Есть Еще На нем Интервью Найдете Тоже В общем Если вы захотите Просто О страстях Христовых Побольше Узнать О фильме Наверняка Вам Везде Повылазит Информация Его Приглашали В одну Церковь Он Давал Интервью О съемках Вот Ну Я о нем Я говорю Тогда Много Узнал И он Так Уидейный Он Актер Знаете Он Не снимает Со всякой Погани Он Всегда Все равно Это фильм Достойный Я удивился Что такие люди Есть Вот Живой Пример Как я Гру Конечно Не везде Мы там Как говорится И сообщались Только Со святыми Людьми То надо Было Упыть Из мира Но Есть Такие Люди Конечно Живой Пример Есть Вроде Актерская Среда Достойный Человек Я не Помню Даже Его Фамилию Актера Котор Христа Играл Вообще Видно Что Затей Была От Бога И Вообще Конечно Невероятно Я его Смотрел В свое Время Не знаю Сколько раз Я его Пересмотрел Вот Сейчас Я его Уже Давно Не смотрю Мне Очень Тяжело Уже Мне Тогда Было Конечно Тяжело Я А Первый Был Страсть Христова Конечно Я там Обливался Слезами Еще Неверующим Меня Он Потряс Тогда На самом Деле Вот Я даже Не понимал Толком Куда Я Иду Получается Так Вот И Конечно Потом Я его Много Раз Пересматривал Но Последние Годы Я его Конечно Не смотрю Мне Все Это Очень Тяжело Вот И Раньше Было Тяжело Но Сейчас Как Тогда Как Ты Не Знаю Когда Было Еще Очень Такое Еще Когда Ты Очищался Такое Может Было Сейчас Очень Тяжело Все Это Смотреть Как Все Эти Бойни Любые Какие Нибудь Ну Уж Там Конечно Гибсон Снял Так Что Это Вообще Там Есть Класс Моментов Куча Да Но Сам Класс Когда Христос Говорит Что Там Там Вкраплениями Идет Его Мучения И Воспоминания О Его Жизни Светлая Хочется Посмотреть А Темная Смотреть Не Хочется Ну Так Конечно Ж Страсти Христовой Обязательно Кто Вообще Никогда Не Смотрел Хотя Б Раз Это Обязательно Посмотреть Последнее Копье Классный Фильм Тоже У меня Он Выложен Найдете На Сером Канале На Моем Так Называем Где Не Не Мой Контент Мировоззрение Там Вот Посмотрите Это Как Тогда Протестант Протестанты Там Была Миссия У них Где-то В самых Там Известное Такое Людоедское Племя Было Где-то Там В Африке Или в Южной Америке Не помню В Африке Или в Южной Америке Не помню Где Короче Где-то Там И вот А как Они их там Пытались Оцивилизовать И охристианить Ну Хороший Фильм Советую Всем Посмотреть На основе Реальных Событий Этих Ребят Всех Убили Протестантов Тогда Эти Дикари Вот Все равно Они своего Добились На основе Прямо Реальных Событий Это здорово Всегда Протестанты Эти стали Душей На небеса Восходить И двум Из Этого Племени Дикого Они видели Все это Им Бог Открыл Зрение Вот это Тонкого Мира Они все Это видели Не все Но всего Два И они Стали Один Один Не хотел Принимать А другой Принял Это Он говорил Что Мы же Видели Как души Их Отправились На небеса Вот И Такая была Борьба Сначала Между этими Духовная Борьба Между двумя Этими Два Можно сказать Лидера Были Эти Которые Были В племени Ну и потихоньку Все это Племя Со временем Один По одному Стали Переходить Сначала Этот Который Дикарь Как их Называют Он перешел Он стал Общаться с женами Этих Миссионеров Помогать им Там строить Храм стал Строить Так скажем Для Христа Они им Засвидетельствовали О Христе И потом Потихоньку Все племя Перешло И даже Тот последний Так скажем Вожак Который Он потом Принял Принял Тоже Все это Огнеупорный Хороший Фильм Там Про семейные Разлаты Как Родители Христиане Помогли Спасти Семью Своего Сына Через Христа Ну тоже Хороший Я его давно Смотрел Очень хорошо Запомнил Интересно Очень полезен Будет у кого В семье Проблемы Но опять же Кому-то Это помогло Кому-то Не поможет Поэтому Суд над Богом Суд над Богом Это уже Начинаю Забывать Ну тоже Хороший Это точно Суд над Богом Суд над Богом Сейчас Секундочку А Все Вспомнил Это Когда В лагере В Фашистском Нацистском В этом По-моему Евреи Как бы Вот Которые Сомневались Ну иудеи Евреи И они Решили Как говорится Богу Претензии Что За что Все Это С нами Холокост И вот Так Он Называется Суд над Богом Классный Фильм Хороший Рекомендую Тоже К просмотру Как А нет В лагере Вот Это Вот Были Те Кто Не сдавались И принимали Страдания Так Скажем Правильно Да А те Кто Роптал На Бога Да Укорял Смысл Такой Неожиданная Встреча Ну тоже Ничего Интересно Там Они Ну такая Задумка Они там Типа Едут Бог Так Устраивает Там Три машины Едет Три разных Судьбы Ну там В машине Поиска Человек Семьи Там И так Далее Там Якобы Проезд Загражден Куда Дальше Нет Они там Где-то Ночью Дождь Начался Какой-то Фургончик Типа Кафе Ну якобы Они там Все Собираются А бармен Якобы Иисус Ну интересно Тоже Посмотрите Все Это Своеобразная Подача Интересно Такие вещи Хоть раз В жизни Можно посмотреть Вреда Точно Не будет А пользу Может Для себя Приобрести Вечерний Экспресс Сансет Лимит 2010 Года Ну знаете Такой Себе Актера Я не помню Такой Черный Чернокожий Старенький А второй Этот Не Денира А как Он Уж постарел Так сильно Тоже Вот они За столом Самоубийством Хотел покончить А тот Его Как бы То ли Он его Где-то Как бы Отговорил Что-то Они домой Пришли То ли Он сбросить Хотел С моста Я уж точно Не помню И вот Они Такой Фильм Вокруг Одного Стола Вот они В комнате Сидят И вот Они Как бы Он Пытается Вот За Библию А не За все Ну тот Как бы Христианин Да Вот этот Чернокожий А этот Как же Забыл Ну ладно Не суть Важна Вот И Ну так Себе Нет Он хороший Но там Смысл Какой-то Знаете Вы как Будете Смотреть Смотреть Время Пройдет А вот Он Ничего И показать И доказать Не стал Какой-то Фильм Знаете Оставляет В конце Такую Просто Пустоту Не знаю Мне Как-то Это Не очень Но Сама Съемка Несмотря На то Что Знаете Больше На театр Похоже Хотя Съемка Достаточно Понятно На какую Камеру Снято На качественную Все это Как художественный Фильм Как-то Называется Когда Это Снимается Там Другие Все Это Тени Ты Как Видишь Смотришь Ты Как Художественное Кино Но Знаете Так Усень Что Ты В театре Потому Что Все Вокруг Одного Стола Ну Как И 12 У Михалкова Мы Еще Сегодня Будем Вспоминать Тоже Да Но Я Тоже Фильмы Люблю Они Интересные Если Они Тебя Держат Они Не Скучные Я Буду Сейчас Некоторые Говорит Что Жуткая Скукотища Я Хоть И Добавил В Список Вот Но По сути Даже Непонятно Рекомендую Или К просмотру Может Его Можно Смотреть И Кому Может Зайдет Для Меня Жуткая Скукотища Сама Может Съемка Или Как Ты Не Зна А Этот Конечно Нет Он Снят Нормально Он Держит Тебя В Напряжении В Том Плане Вот Они Все Ремя Как Б Спорят Там Так Скажем Вот Ну Не Ругаются А Вот Спорят За Истину Дебатируют И Интересно Просто К сожалению Ни к чему Не Подвел Поэтому Мне Как Не Нравится Как Заканчивается Сюжет Что Такое Следующее Кино Бог Не Умер Тоже Очень Хорош Посмотрите Парень Студент Там Профессора Приубеждает Что Бог Мертв Он Философ На самом Дело Просто Обиженный На Бога Когда В Прошлым Христианин Потому Что Мама Его От Рака Умерла Там В Тинейджерском Возрасте Вот Пришел Студент Ему Тоже Он Взрослый Сам Этот Профессор А Студент Пришел Верующий Решил Убедить Всех И всю Аудиторию Что Бог Не Умер Ну Классно Хорош Фильм Посмотрите Потому Что Этот Профессор В начале Семестра В начале Курса Всех Принуждал Добровольно Принудительно Написать На листке Бог Умер И Сдать Эти Работы Как Первый Зачет А Этот Студент Христианин Не Стал Более Того Стал Воевать За Ну И 2014 Года Художественный Фильм Этот Ну Такой Себе Знаете Конечно Его Там Тоже И Пиарили И Все Посмотреть Конечно Можно Один Раз Во-первых Там Много Естественно Помесь Библии И Как Минимум Так Называемого Апокрифа Книга Еноха Кто Знаком С Этим Трудом С Этим Книгой До Нас Дошедши Неизвестно Кто Кем Когда Написано Вот Поэтому Кто Конечно Чисто Библию Знает Будет Казаться Даже Там Куча Богохульства Вот Но Она Действительно Во-первых С книгой Еноха Помешана Но И Не Только С книгой Еноха Там Поход Собрали Все Что Только Могли Собрать Из Каких Апокрифов Сказок Баек О Допотопном Человечстве Что Такое Ну Близко Казалось Б Библии С Нам Допотопны Все События Описаны И Вот А все Остальное Нанизали Отсюда Откуда Только Можно Было Ну Я Сколько Там Раз Смотрел Конечно Ну Тоже Скать Что Я Люблю Пересматривать Тоже Ты Веришь Ты Веришь Хороший Фильм Тоже Рекомендую Просмотр Нормальный Вудлон Тоже Хороший Фильм Мне Не Стыдно Уже Можете Догадаться По Названиям Как там Журналист Жена Уверовала Но там Их Него Ребенка Ребенок Чуть Не Умер В Кафе Они Кушали Он Поперхнулся И Женщина Одна Спасла Ну Там Выбила Это Она Медсестра Была И Помогла Чтобы Ребенок Откашлянул Это Чем Подавился Мать Ребенка Этого Ну Во-первых Как Говорится Поняла Что Это Не случайность И так Далее А та Стала Размышлять О Боге Пришла Сама К Христу А муж Журналист Такой Достаточно Пытливый Журналист Расследователь Как у нас Сейчас Это Называется Таким Он Стал Расследовать Хотел Вбить Самый Главный Гвоздь В гроб Христианства Это Что Христос Не воскрес И стал Вопрос Изучать Потому что Христос Не воскрес То Вера Наша Тщетна Как Павел Говорил Интересно Концовки Сам Уверовал Принял Христа Посмотрите Хижина Тоже В свое время Посмотрел Я туда Один Или два Раза Там Наградили Многих Он Тоже Возмущает Это Афроамериканка В виде Бога Такая Пожелает Да нет Такие Фильмы Можно Смотреть Я В оконцовке Дам Два Таких Фильма Которых Меня Христиане Не только Яйцами А Камнями Закидают Но Я скажу Если вы такие фильмы смотрите И колеблется ваше христианство Вы не христиане Если вы вот что-то смотрите И колеблетесь Там Что-то у вас рушится Да Вы от Христа Отваливаетесь От истины От любви От свободы От вечной жизни Вы Это никогда И не было Вашей Это не стало Вашей сущностью По крайней мере На сегодня Вот и все Вершина горы Тоже стоит посмотреть Ну вот я апостол Павел апостол Христа 2017 года Вот как раз Этот актер Который в страстях Христовых Главную роль Христа Играет Я написал Что скучно Я его даже честно Я его по-моему Когда-то давно Пытался смотреть Буквально недавно Попытал Когда в список Чтобы этот Так скажем Составить И вот именно Ролик записать Я его честно Ну минут 30 Я посмотрел Я больше не осилил Ну так скучно Все снято Там вроде есть Речи Павла Интересные Когда я там Даже трейлер смотрел Или какую-то Нарезку Не помню Ну жутко скучно Смотреть Вот жутко Несмотря на того Актер Которого я так Видите Уважаю Уважительно отношусь Но Скукотища Сам фильм Жутко скучно Это вот опять Об искусстве У одного Есть талант Один хорошо А снято Другой нет Так что это важно Палау Тоже в 2018 Год Жутко Тоже скучно Там тоже Про миссионерство Ну такой Опять же Есть хорошие Фильмы А это Ну прям Ну жутко Скукотище Я его досмотрел По-моему Раза с пятого Там еще чуть Еще чуть Поставлю Там спать ляху Потом еще На следующий день Под него Только засыпать Под них Да Ну поэтому Опять же Я рекомендую Просмотр Может кому-то Зайдет То что мне Жутко скучно Для кого-то Может быть нормально А фильм Это в принципе О христианстве Поэтому Почему я их Все-таки рекомендую Решил Из списка Так скажем Не убирать То есть список Создать не только По своему вкусу Прям что мне Прям нравится Я говорю Я то же самое Но и там Не побегу Пересматривать И действительно Не пересматриваю Да Страсти Христов Я не пересматриваю Потому что Действительно Уже все Стало Просто Это и так В моем сердце Мне не нужны Об этом напоминания И жизнь наша И так В куче скорбях Да Я этот фильм Весь как говорится Наизусть Знаю Я говорю Я его в свое время Очень много раз Посмотрел Он меня В сердце Я там Каждый Каждый Кадр Знаю Да Вот Ну прям Вживую Смотреть Если честно Уже этого Нет никакого Желания Вот Что у нас Дальше Так Пытаем из-за Христа Тяжелый фильм Хороший Про Знаете Вот Рассказывали Это по-моему Тоже было Или в Польше На основе реальных событий Когда Да по-моему Это и про СССР Когда вот христиан Именно Тоже За христианство Гнали Вот В 19 веке Вот это все Когда вторая мировая Была Что-то такое Как им там По ногам все время Калашматили В нечеловеческих условиях Те держали Жутко тяжелый фильм На основе реальных событий Снято очень мрачно Очень тяжело Такое Вот Если я правильно помню По-моему Это о нем Вот Раз можно Нужно посмотреть Да Чтобы Знать К чему готовиться Завтра Неизвестно Что у нас будет В стране Ну Конечно Смотреть Такое тяжело Можно Можно только Представить Тоже нормальный Фильм Такое Там Про Певца Которые Христианские Песни Вот эти Особенно Протестант Тизме Они же знаете Развит Они там Ездят Концерты Такие Христианские Певцы Да Вот Ну интересно Как у него Отец его бил И потом Все-таки Покаялся В конце Жизни И как он Все-таки Простил Хорош Нормальный Прорыв Тоже Посмотреть Про Про Этот Рэгби Футбол Американский Как там Тоже Ну интересно Посмотрите Победитель То же самое По-моему Из этой серии Они два По-моему Сняты В одном Духе По поводу Кстати Огнеупорно Есть еще Подобные Фильмы Это там Я не знаю То ли это Вообще У протестантов Уже где-нибудь В Америке Своя киностудия Я не знаю Откуда Эти фильмы Все рождаются Вот Там есть Прямо Серийные Такие Они Ну там Опять же Там есть Знаете Как говорится Когда уже Трилогии Эти снимают Второй Третий Уже На основе Не очень Бывает Интересные Но Первый Обычно Всегда Лучше Всего По соображениям Совести Как видите Я написал Считаю Фильм Богохульным Даже Красненьким Его выделил Сейчас Ничего Говорить Не буду Дам вам Отсылку Вот Прямо За этим Видео Я Скорее Все Буду Записывать Ролик Праведники Войны На основе Этого Фильма Это Не просто Фильм На основе Не просто Тоже Реальных Событий А прямо На основе Истории Жизни Одного Человека Адвентиста Седьмого Дня Вот Как он Там Якобы Без оружия Воевал Спасал Там Якобы Даже Всех Якобы Это Порой Даже Выдаются Христианами Даже Те же Сами Что Якобы Это Хорошо Во время Войны Тут Вот Так Можно Альтернативно Служить Это Все Чепуха Я буду На основе Этого Фильма Говорить С христианской Точки Зрения Насколько Это Отвратительно Что Опять В христианство Замазывают Что Якобы Добрые Дела Это Абсолютная Чепуха Посмотреть Фильм Рекомендую Обязательно Но Фильм Смысл Его Именно Посыл Снял Мел Гибсон Тот же Самый Мел Гибсон Еще Тот Конечно Актер Тут Я Даже Без Сарказм Сарказм Не знаю Актер Он Как раз Неплохой А вот Человек Он Еще Тот Да Конечно За Страсти Христовые Ему Большое Спасибо Этого Прямо Миссия От Бога И Он Ради Этого Только И Родился В этой Жизни Как Он Креститель Всех Говорил Что Он Пришел Чтобы Свидетельствовать О Такой Себе Сам Он Еще Тот Я Говорю Христианин Если Он Себя Называет То Это Такой Себе Христианин Не Читая Того Кого Тому Кому Взял В Главной Роли Он Может Снять По Собра Страсти Христовой Через Год Вышел Какой Фильм Боевик Одна Месива Кровища Вообще Жуть Какая Как Всегда Как С Фильм У него Кассовые Сборы Тоже Всегда Набирают И С ним Еще Начинает Как Эти Фильм В 90 Оружие Смерти Помните Четырехсерий Это Смертельное Оружие Одно Дело До Покаяния Будучи Грешником И смотрел Когда он Молодой Еще Красавец 20 Летний Сколько Ему 25 Не знаю Другое Дело Сейчас Смотришь Этим Взглядом Единственное Достойное Его Фильм Об этом Говорит И Я Просто Посмотрел Всякие Разные В следствии Рашистской Агрессии На Украине Посмотрел Каким Мне попадались Так называемый Пастырь Причем Такие же Мне ровесники 30-40 лет Блогеры Известные Подписчиков Много Да Вот Они Сами Все Очень часто Ссылаются На этот Фильм Тип Ну Вот Там же Есть Альтернативная Служба Как будто Если Фильм Снять То Фильм Стал Истинный От Мелы Гибсона Да Абсолютно Не так Поэтому Я конечно Буду Разбирать Как всегда Понятно Сейчас Следствие Этой Агрессии У меня Много Роликов О патриотизме О любви К врагам Вы знаете Все С этим Связано Вот Этот Фильм Конечно Мы будем Разбирать Мы Не столько Фильм Будем С вами Смотреть И Я Естественно Вам Зачитаю Всю Историю Расскажу Всю Историю Того Адвентиста На основе Которого Снято Все Это Фильм Это Фильм Мы Больше Будем Разбирать Духовный Смысл Просто Знаю Что Есть Такой Что Это Реальный Кейс Как Говорят Реально Существующий Человек Такое Все Было И Что Фильм Снят На основе Этого Вот Такая Женская Тема Немножко Кому Интересна Хотя Вы знаете Как Я отношусь К Всему Разделению Полов Нет Ни мужского Ни женского Во Христе Ну Фильмы О женщинах Так Скажем Да Ну Просто Погоду Выпуск Как я вам Сказал Они Мне Таким Внутри Еще Этих Они Мне Тоже Видите Я Как бы Немножко Разделил Внутри Уже Этой Группы Есть Такие Подгрупки То есть Первые Такие Общие А есть Такие Темы Как Женская Тема Так Скажем Не Знаю Я Несколько Фильм Точно Забыл Хороших Которых Я Хотел Был Порекомендовать Ну Ну Как Минимум Кто Интересуется Это Забивание Камнями Сарая М Посмотрите Это Про Мусульманство Ну Знаете Что Там Как За Измену Забивают И Суть В общем Такая Что Мусульманину Надоела Своя Собственная Жена Хотя Они Такие Ровесники Ну Лет По Сорок Грубо говоря Там В шнадцать лет Женили Родители Как всегда Он Решил Там На Молоденькой Жениться А Жену Куда Спихнуть Надо Там Вроде Бы У них И Можно Многоженство То ли Она Надоела То ли Ему Запрещали Потому Что Многоженство Можно В этом Мусульманстве Но Она Не Обязательна И Оно Как Из Согласия Первой Жены Чуть Хотел Чтобы Она Второй Стала Он И Первый Хотел Вот И Чтобы Ее Как То Убить В общем Он Ее Как Всегда Обвинил Как Это Легко Сделать Потому Что Она Ему Изменила Ну А Там В этом Селе Это Какое Село Аул Где То Там В Иране В Ираке Не знаю Где Там Я Уж Не Помню Весь Сюжет Вот Я Веду Такие Мелочи Где Там Конкретно Происходит Ну По Съемку Нам Понятно Где Там На Востоке Вот И В Концовке Ее Забивают Там Родитель Как Все Село Выходит Закапывают Женщину По Пояс И Камнями Закидывает Это Отвратительная Смерть Которую Еще Моисей Придумал Да Будь Он Неладный Вот И Ничего Хорого Конечно Фильм Вот В этом Плане Фильм Посмотрите Он Конечно Тоже Нудноватый Немного В том Плане Снято Все Так Уж По Простому Прям Как В Реальной Жизни В Художественных Фильмах Обычно Все Так В Таких Динамичных Все Быстро Меняется Там Как Это Все Вот Ну Посмотрите А Там Там Играет Этот Актер Который Вот В Страстях Христова Главную Роль Играл Который Павел Апостол Христа Луку Играл Вот Он Играет Журналиста Который Там Оказался Как Случайно Из Америки И То ли Мать То ли Подруга То ли Вот Этой Женщины Которую Забьют Камнями Она Попросила Опишите Все А он Видел Все События Происходящие Узнал Всю Правду Что Ее Просто Ложно Обвиняют Изобили Ну Чтобы Он Написал Чтобы Узнал Мира Такой Вот Это На основе Тоже Реальных Событий Поэтому Конечно Этот фильм Точно Рекомендую Посмотреть Да Все Вот Эти Про Женскую Тематику Конечно Рекомендую Посмотреть Цветок Пустыни 2009 Года Про Женское Вот Это Обрезание Как Тоже Девочка Афроамериканка Из Африки Попала В Англию В детстве Ее Тоже Обрезали Все Ее Там Сестры Погибали После Этого Обрезания Вот Весь Этот Ужас В общем Посмотрите Тоже Классный Он Уже Такой Более Голливудский Вот И как Она Стала Известной Топ Моделью Тоже На основе Реальных Событий Ну Играла Конечно же Ее Зовут Сара Тоже Посмотрите Здесь Все Сразу И Женская Тема И Еврейская Холокост И Все И И И Вторая Мировая Вот Очень Хороший Классный Тоже Рекомендую Посмотреть Там В общем Куча Всяких Тем Все Намешано Не Ортодоксальная 2020 Год Про Иудаизм Тоже Девочка Иудейка Как Ее Этот Иудаизм Не Прет И В общем Как Она Из него Уходит Как Уезжает Тоже В Европу Куда-то Там В общем Ну Классно Посмотрите Тоже Как Антонал Состережется Вот Как Ее Поженили Насильно На таком же Еврею С косичками Все Вот Это Вот Как Он Ради Нее Был Готов Что Ж Потом От Удуизма Отказаться Посмотрите Он Такой Тоже Не То Чтобы Прям Веселый Динамичный Веселый Неправильное Слово Я имел Динамичный Ну Нет Он Тоже Нормальный Я Посмотрел Его Тоже Или Это Вообще Сериал Слушайте Неортодоксальный Это По-моему Сериал Че Я Вам Вот Это Сериал По-моему Из Несколько Серий Да Ну Не Важно Какая Разница Там И Серий Короткий По 30 40 Минут То По Суть Может Такой же Вот Вот Еще У меня Список Фильмов Которые Я Еще Честно Не Посмотрел Ну Просто Я Смотрю Там Тоже Трейлер Описание У меня Что-то Не особо Желание Смотреть Я Вам Озвучу Может Я Вообще Удалю Война Небес Там Что-то Что-то С ангелами Связано Не Знаем Не Знаем Сколько Он Изменяющий Время Тоже Какой Там Че Он Попадает Куда Такие Будущные Какие-то Такие О будущем Не знаю Насколько Они Хорошие Отважные Отважные Это По-моему Из серии Где Огнеупорные По-моему Из этой Все серии Я его По-моему Даже Смотрел Отважные Это Про пожарников Там Те же Самые Почти Атеры Которые Как Я Говорю Как будто Какая-то Протестантская Киностудия Выпускает Это Огнеупорные Отважные По-моему Это Он Крест и нож 70-го Года Ну Такой Тоже Я Трейлер Посмотрел Ну Там Как Проповедники В Америке Когда Все Вот Эти Банды Нью-Йорка Что-то Такое И Как Их Туда Бросали Миссионерств Тоже Когда В городе Банда Ну Как В России Кто Знает А-ля 90-е Вот Как Там Проповедники Такие Ну Снят Он Знаете Так Прям Такие А-ля 70-е Это Только Выпуска Съемки Я уж Не знаю Каком Там Времени Точно Говорится Но У меня Пока Не дошло Что-то Смотреть Я Предпочитаю Рай Это Уже По-моему Это Каком-то Святом Слушайте Сюда Надо Добавить Забыл Сейчас Уже Походу Вспоминаю Я Предпочитаю Рай О Каком-то Которого Канонизировала Католическая Церковь Святая Варвара Тоже По-моему Католитической Какой-то Святой Сюда Даже Добавьте Я Добавлю Фильм Этот Вспомни Франциск Осийский С этим С молодым Микрурком Молотый Красив Живой По-моему Обязательно Посмотрите Не принимайте Все Оттуда Близко К этому Франциск Осийский Тоже Хороший Фильм Достойный Просмотр Я его Сюда Можно Фильмы Выделить Это Где Про Так Назваемых Святых Что Ли Снято Так Слушайте А куда Делся Фильм Джозеппо Маскати Я у него Слух Слушайте Прям По Спасению Катей Я его Перенесу Джозеппо Маскати Сцеляющая Любовь Тоже Католическая Церковь Канонизировала Врача Понятно Все Может быть Спреукрашено В жизни Он мог Быть Совсем Не Такой Вот Но Вот Эти фильмы Это Надо Сюда Будет Я Тоже Отделю Линей Это Тех Кого Святыми Сделали Вот Так Я Все Так Сюда Сделаю Такое Выделение Ну И Есть Сериал Библия Якобы Если честно Сказать Я его Не смотрел Я видел Там Все От Ветхого Завета До Нового Я не знаю Насколько Он хороший Насколько Он интересный Насколько Его смотреть Но Он есть Я Как бы Видел Трейлеры Все Это Не знаю Будет У меня Там Желание Особенно Все Из Ветхого Завета Там Смотреть Особенно Все Будет В положительном Ключе Привносить Не знаю Такое Себе Может Как Ни Тоже Посмотрю Пока Что-то Я даже Не знаю Чей Он Там Толком Не Вникал Глубоко Кто Там Снимал Это Все Ну Так Вроде Как Его Некоторые Нахваливают Кому Понравился Не знаю Вот Такое Вот Ну Что же Мы С вами Уже 50 минут Я Вам Все Так Ну Да Про Маскати Сказал Про Этого Франциска Сказал Да Я Здесь Отделю И Чуть Не Забыл Перескакиваю Я Уча Учись Тоже Как Вы Знаете На Ваших Глазах Иногда Все Передел И Два Фильма Рекомендую Посмотреть Это Кот Пытаются Раздуть Еще И Уже Мало Что У них Получается Слушайте Я Так И Подписал Если Подобные Фильмы Поколеблют Вашу Веру То Грош Ей Цена Посмотреть Я Рекомендую Я Их Неоднократно Пересматривал И до Сих пор Пересматриваю Я Спокойно Их Смотрю Кто Посмотрит Поймет Я думаю Потом О чем Я говорю Казалось Б Фильмы Как будто Снято Как говорят Там В Голливуде Иллюминаты Проплачивают Чтобы Такие Фильмы Выходили Чтобы Человек Мозг Колебался А я Всем Как раз На своем Пример Я их Смотрел Раз По Десять Минимум И Кот Да Винчи Человек С земли Минимум Я их Раз По Десять Смотрел Они Классно Сняты Кот Да Винчи Есть Книга Я ее Прочитал Практически Когда она Вышла Она стала Бестселлером Уж Кто ее написал Я уже забыл Не суть Важна Вот Я ей потом Подарил Кому-то И потом Вот Окранизация Была Сэнтони Как же Его зовут Забывай Всех Этих Актеров Но не суть Важна Тоже Фильм Снят Классно Он Конечно Не совсем Соответствует Книге Вечные Споры Что Лучше Книга И Фильм Я говорю Никогда И вообще Книгу Сфильм Сравнить Нельзя Как нельзя Сравнивать Гайку С помидором Фильм Это фильм Книга Это книга Вот и все И даже Если кто-то Снял кино По книге Это уже Не книга Вот именно Он что хочет Там то и Добавляет Убирает Вот Это его дело Как он Видит актеров Вот Вы поверьте Мне Что когда Писатель Пишет эту книгу У него Есть свой Образ Даже Актер Пусть он Не описывает Этого Своего Персонажа Он точно Не описывает Какие у него Брови Но в голове Есть какой-то Образ А у нас Из вас Читающих Еще Свои Образы Рисуются Если не сказано Какой Ни цвет Волос Мы сами Дорисовываем В своем Голове А такой Ли образ У соседа Вы знать Не знаете Поэтому Кто снимает Фильм Он тоже Имеет На все Это Право Особенно Когда в книге Нет всех Подробностей Кто Может Ограничить Все Это Доделать Так что Вот так Кот Да Винчи Посмотрите Обязательно Вот Ну якобы Христос Не был Богом Якобы У него Были От девы От Девы Марии Дети И до сих Пор они На земле Живут Вот Посмотрите Я очень Рекомендую Если ваша вера Руколеблется То грош Цена Вашей вере Вот и все Если вы Поколебаетесь Лучше Тогда идите Другим путем А потом Когда-нибудь Вернете Ко Христу Человек С земли Подробный Фильму 12 Который Мы сейчас Будем вспоминать Подобный Вот этому Вечерний Экспресс Сасон Лимитед Все действие Происходит В одной Комнате Где Некий Человек Который Называет Себе Эти Дикой Короче Якобы Он прожил Живел Якобы Он бессмертный Живет До сих пор Вот И все время Бегает Потому что Его естественно Вокруг все Умирают Он вынужден Менять Работу И так далее Якобы Он живет От древних Времен Якобы Это он у Будды Учился Это он был Христом В оконцовке И вот он там С друзьями Прощается С очередными Ну С профессорами Своего института И вот там Такая мозговая Игра идет Посмотрите Если я говорю Такие фильмы Колеблют Вашу веру Потому что Фильмы классные Заставляют мозг Шевелиться Всего Но если вы Колебитесь Во Христе Я говорю Грош цена Вашей вере Я сколько раз Повторил эту фразу И еще повторю Неоднократно Если подобное Способно Поколебать Вашу веру Во Христа В любовь В святую жизнь В добро Что надо Так жить Да То все Это какая-то От вашего Христианства И ничего Оно ничего Не стоит Ну вот так вот Давайте мы с вами Переходим Я пишу Ниже список Продолжают Разные фильмы И кино Которые обязательно Заставят вас Поразмышлять Над увиденным И услышанным Здесь бы список Мог быть вообще Бесконечный Это столько всего В жизни Я говорю Сейчас всего Я видите Походу вспомнил Того же самого Франциски Вот Достойный для просмотра Фильм Достойный Да И всего Я не вспомню Чего я смотрел Да Вот Я говорю Можешь как-нибудь Буду дополнять Как я вам уже сказал Давайте я просто Перечислю Что мне Это просто и свежим Потому что я страницу Леплю И стал вспоминать Или у него самого Есть что-то там И на компьютере Все то же самое Список В хронологическом порядке По времени Их выхода Их создания Волна Фильм Волна Эксперимент Посмотрите Очень классная вещь Очень классная вещь Из документального Рекомендую На Украине Как-то Уж не помню Какого года Сняли Найдите Про черно-белое Что ли называется Документальный Был когда эксперимент Как люди Когда все говорят Что черное На белый шар показывают И последний Даже который понимает Что это белый Все равно говорит Что это черное Вот Волна тоже Это реальная На основе реальных событий Как один там профессор В Америке Такой эксперимент Привел когда ему там Студенты не понимали Как могли фашисты Вот так вот Поступать там В Холокост И как главное Те которые не были фашистами Как у нас сейчас Вроде не все фашисты Есть русские Как они все это Вот не противились Не возмущались Когда на их глазах Сгоняли там евреев В какой-нибудь гетто Устраивали В центре города В каких-нибудь там Закрытых помещениях Трудовые эти лагеря Прям все о них знали Отнимали квартиры Преимущества эти же там Спокойненько французы Немцы те же самые Все это еще и забирали Или хотя бы не противились И он такой эксперимент Со своими студентами Поставил Что через неделю За неделю Они стали такими же фашистами Он создал Он создал Так скажем Все по принципу Вот этого Расчеловечивания Все то же самое На них провел эксперимент Назвал его Волна Да Гениально просто Посмотрите Фильм снят в 81 году Обязательно посмотрите И кому интересно Такие вещи Посмотрите Я говорю По-моему черно-белый Я все добавлю Сейчас поищу Он по-моему на ютубе Есть по-моему трехчасовой На Украине какая-то Кто-то там Эксперимент такой Они провели Просто гениально Тоже Там чисто документ Прям ну это как это кино Или как это говорят Это передача Что-ли Как проще назвать Вот То есть это не фильм все-таки Да Я здесь конечно пытался собрать Не документальное Какое-то кино Такие есть А именно фильмы конечно Но Рекомендую все равно Посмотр Побег и Шаушенко Кто помнит 1994 года С Морганом Фриманом С тоже Вторым известным актером Ну что Классный фильм Для всех времен и народов Отлично Вдохновляющий Как не сдаваться Когда тебя Неправильно На всю жизнь Осудили В тюрьму Американская история Икс Как нацист Стал Покаялся Да С этим Нортон Эдвард Нортон Снимается Тоже Всем я не раз О них вспоминаю Там некоторые моменты Из этих фильмов Кто мои проповеди Давно слушает Тот знает Есть всегда Избранный кусочек Который Инстинкт Сэнтони Как его зовут Энтони Хопкинс Тоже Хорош Посмотрите Заплати Другому Или плати Вперед Как мальчик Теорию Выдумал Что На самом деле Он правду Скал Что мы так В жизни Должны жить Сделай Три добрых Дела Кому Которые В этих Снимается Я даже Помню Не смотрел В пиратах Карибского Морвела Как он Я уже Всех Позабывал Хорошо Когда не знал Да еще Забыл Но вы Поняли Шоколад 2000 Года Как там Ну интересно Тоже Как там Католик Глава Городка Маленького Когда Эта Женщина Пришла Которая Шоколадный Магазин Открыла Всю Эту Шоколадницу Вот Как он Там Пытался С ней Боролся Что это Грех Это Грех А там Все Село К ней Ходит Шоколадным Уедается Еще Все Это В пост Началось Вообще Классно Посмотрите Обязательно Он Романтический Там Мелодрама И все Вместе 12 Михалкова Который Я сегодня Раз Вспоминал Михалков Хоть и тот Упырь Конечно Но 12 Конечно Фильм Классный Да и режиссер Он неплохой И снимает Хорошо Я Ну Вы Видите Что сейчас Происходит Такой же Рашист Да Конченный Главное Что он Знаете Он же Неидейный Обычный Человек Такой Как Не знаю Самый лучший Нарисус Слово Подает Лицемер Вот Это Самая Прямо Про Михалкова Сам Настоящий Лицемер Про Него Столько Уже Выпущено Он При Каждой Власти Лизал Всем Задницу Вот Жил Советское Время Советское Ельцин Ельцин У него Святой Путин Путин Хороший Вообще Человек Вообще Лицемер И Абсолютно Продажная Сволочь Как бы Вам Сейчас Это Не Резало Ухо Это Правда Сколько Зла Он Принес Людям Сколько Все Пропагандисты Зла Делают Люди Слушают На них Такая Ответственность Какое Дерьмо Они Влагают В головы Людям Но 12 Фильм Хороший Хоть Он Там Тоже Играет Одного Из Этих 12 Фильм Он Целиком Слезал Есть Американский Фильм Он Называется 12 Присяжных Можете Найти Посмотреть Ну Конечно Толь Просто Ближе Все Рано Это Когда Я И тот Смотрел И тоже Рекомендую К просмотру Именно Американскую Версию Посмотрите То же Самое Он Слезал Один В один Естественно Он Идею Слезал А Естественно Все Наши Актеры Немножко Другая Мысль Там Заодно Судили Человека В Михалковском Фильме Уже Там Чеченцы Во время Вот Пост-Чеченской Войны Там В Москве Там Рейдеры Хотели Как всегда Этот Строительная Мафия Дом Снести Старый Чтобы Новую Высокотажку За огромные Деньги Построить Чтобы Продавать Квартиры Как Там Подставили Вот Ну Смысл Классный Конечно Актеры Там Все Топовые Российские Старички Такие Все Да Конечно Снят Он Круто Нереально Я его Сам На нарезке Дел Кто знает Все это Вконтакте Поэтому Конечно Фильм Достойный Посмотреть Есть Смысл Да Хатик Вы помните Про собачку Про эту В Японии Которая Там Хозяина Ждала Всю жизнь Свою Потом На Перроне Когда он Сердечного Приступа Умер Хороших Фильмов У меня Как-то Висел Где-то Здесь Далеко Не Полный Список И Кто Знает Я Не раз Вспоминал Все Рекомендую Посмотреть Вторая Мировая Война В Цвете HD Год Я Не Поставил Не Помню Не Стало Сейчас Узнаю Какого Там Съемки Может Не Один Год Снималось Тут Даже Есть Ссылки Я Нашел На Плейлист Есть На Ютуб Здесь Ссылка Вы Нажмите Посмотреть На Ютуб И Уйдете На Ютуб На Плейлист У кого Там Сохраненные Обязательно Посмотрите Там 13 Или 15 Сколько Там Серий Хоть Что-то Будете Знать Действительно Достойный Сериал BBC Сняла 13 Ну Это Документальный Конечно Все Ну Так Ну Классно Посмотрите Хоть Что-то У вас Сложится В Голове Как Я Сказал Сюда Можно Уж Сюда Вот В Это Можно Добавлять До Бесконечности Если О Добрых Фильмах То Это Можно До Бесконечности Делать Это Я Так Пока Набросал А Там Посмотрим Ну И Я Пишу Что Дали Список Продолжают Разные Мультфильмы В которых За Внешней Веселостью И Простотой Скрывается Порой Серьезные Темы Жизни Это Тоже Может Далеко Не Все Я Не Знаю Я Начал Как Б Не Русский Год Самый Первый 89 Хроники Бутербродной Войны Кто Помнит Я Тоже Не Раз Вспоминал Посмотрите Это Прям Про Нашу Жизнь Про Наши Страны Патриотизм Одни Мажут Бутерброд Сверху А другие Снизу И Вот Они Воевали Как Мазать Бутерброд Это Было Все Кто Кто Написал Какую Сказку Или Повесть Большое Ухо 89 Года Российский Мультик Советский Я Всегда Вспоминаю Тоже Как Там Любит Протестант Религиозники Что Там На Небесах Ловить Молиться Там Все Это А Этот Лисенок Бегал Добрые Дела Творил Я Всегда Протестантам Его Сбрасываю Может Они Узрят В Этому Мультике Весь Помню Тоже Российский Мультик Хороший Где Только Ребенок В отличие От всех Взрослых Это Как Раз Отсылка К вам К документальному То Что Я вам Говорил Про Эти Шары Черно Белое Называется Я Когда Ролик Запишу Я Постараюсь Все Списка Добавить Если Что То Не Добавлю О Чем Сказал В Ролике Напишите Чтобы Я Добавил На Страничку Вот Это Вот К волне То Что Посмотрите И Черно Белое Как Все Люди Соглашаются Эффект Толпы Там Показан Ну В общем То Новое Платье Короля Это Как Эпиграф Мультик Где Только Ребенок Как Иисус Сказал В этом Плане Будьте Как Дети По Сути Инкранизация Этой Фразы Иисуса Что Все Королю Подлизывали Все Понимали Что Он Как Там Манипуляция Сознанием Идет Мультик Очень Глубокий Новое Платье Короля Вот Снято Тон Сайд Сказать Мультик Чей Ганс Христиан Или Я путаю Или Еще Чей То Вот Поэтому Тут Все В перемешку По сути Я просто В годах Выставлял Сон Смешного Человека Инкранизация Конечно Это Достоевского Посмотрите Тоже Такой Мрачненький Но Хороший Моисей Принц Египта Там Конечно Далеко Все Не соответствует Библейской Теме Я вам Скажу Да И Моисей Таким Хорошеньким Показан Вот Но Фильм Голливудский Снят Хорошо Посмотреть Это Можно Знаете Для тех Кто Хоть Как К этому Приблизится Вот Потому Тем Более Все Так Его Можно Смотреть И Детям Юношам Молодняку Так Скажем А Потом Тоже Подрастет Прочитает Тоже Все Ром Есть Кунг Фу Панда Знаете Несмотря на то Что там Про это Как бы Все Это Опять же Там Тоже Нет Этого Месива Вот Несмотря Вы знаете Как я отношусь Ко всем Боевым Искусствам Всегда Относился Ко всем Этому Спорту У меня Есть Отдельно Ролики На Тем Сам Мультик Его Прям На Цитаты Разбирай Я Оттуда Нередко Пользуюсь Если Слышите От меня Когда Я Вспоминаю Какую Черепаху Старую Это Я Из Мультика Фу Панду Да Вспоминаю Или Самого Панду Мультик Хороший Путеводная Звезда 2017 Года Я Видите Написал Жуткое Скукотище Далеко От Текста Библии Ну Честно Я Не Знаю Я Отзыв Даш Какой Видел Порозов Что Вроде Какой Мультик Хороший Хотя Он Так Снят Ярко Красочно Такой Казалось Бы Да Вроде Как Но Я Через Силу Я Посмотрел Тоже Минут Тридц Я Не Выдержался Смотреть Честно Скажу Поэтому Путеводная Звезда Посмотрим Детям Детям Можно Ставить Несмотря Что Я И Далеко От Текста Библии Там Настолько Далеко Ушли Тоже Не Настолько Я Детям Можно Своим Так Ставить Вот Это Может Зайдет Ну Не Знаю Взрослому Как Совсем Он Нудно Снят Совсем Большие Домыслы Художественные Может Не Знаю Я Хотел Хочу До Конца Досмотреть Чтобы Я Долго Рекомендовать Или Нет Мне Не Хватило Я Оставил Сереньким Сделал Таким Не Знаю Так Себе Путешествие Пилигрима 2019 Ну Тоже Знаете Он На самом Деле Такой Нудноватый Хотя Смысл В нем Есть Это Что По-моему Чья Сказка Или Повесть Вот Экранизация Ну Такое Себе Знаете Не Знаю Вроде Есть Смысл Такой Ну Я По Крайней Мере Досмотрел Хотя По-моему Тоже Раза С пятого Вот Так На Вечер Сидишь Уж Смотришь Уж Засыпаешь И Я На Классный Мультик Всем Рекомендую Посмотреть Про Бессмертную Душу Все Такое Вот Веселый Хороший Инканто Я Даже Добавил Про Трейлер По-моему Или Прям Мультики Не Помню С Моей Странички Вообще Классный Тоже Хороший Такой Добрый Светлый Посмотрите Современный Я Гре Он 2021 Года Может Из Последних Такой Вот Так Что Такие Вот В общем На этом И все Я Уже Затянул Уже Час Зато Вам Может Интересно Я Постараюсь Не забыть Что я Добавил Да Я Глю Может Я Как Сейчас Поставлю Себе Задачу Буду Что-то Вспоминать Из Старенького Пересматривать И Может Буду Добавлять Вы Знаете Порой Фильмы Нас К чему-то Вдохновляют О чем-то Лишний раз Заставляют Задуматься Я Всегда У нас Есть Где-то Свободный Минут Кто-то Домохозяй Кто-то Чем-то Трудится Занимается Сюда Можно Включить Посмотреть Послушать Вот Кто-то С детьми Что-то Смотрит И так Далее Не Знаете Что Посмотрите Я Надеюсь Что Каждый Для Себя Найдет Что-то Полезненькое Ну Посмотрим Думаю Что Это Версия Этот Ролик Не Последний Может Будет Как Я Сказал И Вторая И Третья И Какая Нибудь Еще 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 Версия На этом У меня Все Лепите Лайки Кому Понравилось Мое Видео Кто Какую Пользу Для Себя Приобрел Подписывайтесь На Канал Жмите На Колокольчик Чтобы Получать Уведомления Новых Видео И Поделитесь Этим Роликом На Своих Ресурсах Чтобы Люди Тоже С Информацией Знакомились Я Думаю Она Будет Не Бесполезная И Безрадостная У меня На Этим Все Всех По Братски Целую Крепко Целую Нежно Крепко Внимаю Прощаюсь До встречи В следующих Роликах И Напоследок Пожалуйста В комментариях Пишите Все Что Вы Смотрели Фильмы Мультики Кино Документальные Какие В общем Я Кстати Ролик Хотел Даже Для Этого Чуть Видите Один Два Три Список Свой Если У вас Есть Какой Напишите Я Буду Рад Я Буду Благодарен Сам С удовольствием Посмотрю Проведу Свой Досух С Просмотром Этих Этих Материалов Пишите Будет Здорово И Возможно Посмотрев Я Список Раз Дополнится Все Что Вы Помните Как Видите Тематика Разнообразная Я Прям Не Ограничиваю Христианство Все Что Доброе Светлое О Животных О Природе Головоломочных Таких Хороших Фильмов Все Что Вы Считаете Достойным Когда Видели И Смотрели Пишите В Комментариях Я С радостью Все Почитаю Все Что Пересмотрю Что Мне Интересно И Обязательно Что Добавлю Буду Очень Благодарен Очень Очень И Другим Будет Полезно Все До Встречи Продолжение следует Продолжение следует